МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это итоговый выпуск новостей Афонтова в студии Юлия Комлякова. Здравствуйте! И вначале коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Особенно по коммунальному вообще никак нельзя ездить. Вместе со снегом в Красноярске сошел и асфальт, где самые опасные участки. Самую большую зарплату в Сибири получают красноярцы. Она не расположена для визгения советского хозяйства. Веселый молочник намерен переехать жить в другое место. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десятки ям и выбоин вновь на коммунальном мосту. Не прошло и двух недель с момента экстренного ремонта коммунального моста, как заплатки исчезли с дороги. Впрочем, такая же ситуация и на других городских магистралях. Асфальт сходит вместе со снегом, а кое-где и вовсе образуются огромные провалы, куда уже угодили два автомобиля. Подробности в репортаже Юлии Бычковой. Улица Кравченко. Прямо на въезде зияет огромная яма. Появилась она в воскресенье вечером, после того, как сюда провалилась легковушка. Теперь яму водители с опаской объезжают. Очень большая. Так что боюсь теперь. Еще вот речка какая-то образовалась сегодня с утра. Сегодня яму дорожники оградили знаками, но не засыпали. При этом по центру провалился только верхний слой грунта, а по краям провалы еще глубже. Ну вот давайте их замерим. Для этого у меня есть рулетка с собой. Вот рулетку я опустила сейчас на глубину примерно один метр. Дальше, к сожалению, не могу. Но дна я до сих пор не чувствую этого провала. Как выяснилось, на этом месте в прошлом году сделала раскопку компания «Краском». Дру засыпали гравием и песком. Но после первой оттепели грунт растаял и обвалился. Такой же провал на улице Вавилова. Грузовик пытались вытащить больше часа, но тщетно. Пришлось ждать эвакуатор. Вот выписывается ордер. Соответственно, известно, та организация, которая эти работы производила, скорее всего, она будет восстанавливать данное разрытие. На главных городских магистралях таких провалов пока нет. Зато ям хватает. На Копыловском мосту в выходные несколько машин пробили колеса. На центральном проспекте асфальт сошел, как и снег, весной. Посреди дороги теперь торчит арматура. Кошмар. У нас есть для этого специальные службы, которые обязаны этим, насколько я понимаю, заниматься. А они этим не занимаются. Налоги наши уходят, а куда уходят, тоже непонятно. Вместе со снегом асфальт сошел. Особенно по коммунальному. Вообще никак нельзя ездить. В феврале на экстренный ремонт дорог потратили 3 миллиона рублей. Залатали коммунальный мост, мост через Качу и центральные магистрали. Вот только продержался новый асфальт недолго. Эти заплатки положили здесь буквально несколько недель назад. Но сейчас кусочки асфальта можно взять с дороги буквально голыми руками. При этом дорожники обещали, что новое покрытие прослужит несколько месяцев. Теперь в департаменте дорожного хозяйства говорят, что подрядчик асфальт уложил некачественно. Придется переделывать. Сейчас озвучили. Данную работу, значит, делала организация, значит, которая, ну, вылетела, соответственно. Но они повторят уже опять, только уже за свой счет они заново сделают. Потому что все-таки предполагалось, что все-таки асфальт будет стоять дольше. Через неделю дыры на коммунальном мосту залатают по той же технологии. Будут использовать литой асфальт. И теперь главное, чтобы новые заплатки до апреля протянули, когда в городе начнется ямочный ремонт. Юлия Бычкова, Сергей Кашин, Станислав Волков. Афонтова новости. А между тем, Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов на автомобильное топливо. Это произойдет 1 апреля. В частности, ставка на бензин подрастет на 2 рубля, а на дис топлива на рубль. В Министерстве финансов заверили, что бензин из-за этого подорожает всего на 6-7%. То есть рост будет меньше ожидаемой инфляции. Повышение акциза принесет в федеральный бюджет примерно 90 миллиардов рублей. Проезд на пересечение улиц Калинина и Майорчика снова ограничат. Сейчас на этом участке частично перекрыли движение в сторону кольца со стороны улицы Калинина. Там ведутся работы по прокладке канализации. Их планируют завершить к 3 марта. А сегодня с 8 вечера будет перекрыта еще часть дороги от автозаправки на Майорчика 52 до кольцевой развязки. Под ограничение проезда попадет участок длиной 130 метров по четной стороне. Это связано с работами по строительству стены автозаправочной станции. Как пояснили в департаменте градостроительства, терпеть неудобства водителям придется в течение недели. В эту субботу красноярцы почтили память Бориса Немцова. Год назад оппозиционного политика расстреляли в центре Москвы. Его сторонники намеревались провести митинг. На Красную площадь пришло больше 100 человек. Но сделать этого не удалось. Почему, расскажет Виталий Поляков. Митинг памяти Бориса Немцова еще не начался. На Красной площади уже люди с оружием, в камуфляже и с боевыми подругами. Это ультрапатриоты, которые либералов на дух не переносят. Молодые люди называют себя десантниками. Объясняют, пришли сюда показать мастер-класс по сборке-разборке автомата. Оружие не настоящее. Полиция просит не устраивать провокации и держаться от митингующих подальше. Просто упустим ее просьбу. Это просьба, это не какое-то распоряжение. Переместитесь, пожалуйста, на другую станцию. Пускай люди здесь проводят мероприятия. На эту, да? А вы там. Нет, не на эту. Вот, где фонтан. Провокаций в Красноярске Борису Немцову хватало и при жизни. В 2007-м некий студент из Москвы пытался накинуть на политика сачок. 27 февраля 2015-го Немцова застрелили в центре Москвы. Исполнители из Чечни пойманы и ждут приговора. Мотивом киллеры называют личную неприязнь. Да, как трудно было жить тебе, Борис, в стране, где так за верным народом. Осталось память. Я не люблю, когда стреляют спину. Я также против выстрела в укор. Это Владимир Семенович Высоцкий написал. Как раз именно о Борисе Ефимовиче. Это только о нем. Потому что эти два человека взаимосвязаны духовно, душевно. Его убили. Как защитника Отечества. Враги этого Отечества нашего. Вот где настоящие враги Отечества. Но митингу не суждено было начаться. Евгений Бабурин, организатор и заявитель мероприятия, пропал. А по закону без его личного присутствия проводить ничего нельзя. Его соратники по партии Парнас предположили, что Бабурина задержали специально, чтобы сорвать митинг. Накануне были угрозы. На его гараже появились очередные новые уже надписи. Бабур, сиди тихо, черт. И число 27-ое, дважды перечеркнутое на гараже. Поэтому определенные меры безопасности он попытался принять. Но вот я говорю, что, видимо, их не хватило. Больше ста человек так и не начали скандировать лозунги. Люди почтили память Немцова аплодисментами и русской народной песней. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Стражи порядка, которых вокруг было больше, чем сторонников Немцова, и которые наблюдали за мероприятием даже с крыш соседних девятиэтажек, разгонять никого не стали. Люди простояли на Красной площади два часа и разошлись. Виталий Поляков, Алексей Егоров, Афонтова новости. Евгений Бабурин заявил, что в день митинга его похитили неизвестным. Политика насильно усадили в машину, возили по городу до окончания мероприятия. Примечательно, что похищают Бабулина уже второй раз. Вот как это происходило. На крыльце справа от двери стоял человек. И как только я начал спускаться по ступенькам, тут же еще с левой стороны, значит, один-один сзади, значит, моментально меня в эту машину заполкали. Возили меня с остановками, пересадка была в другую машину. Время от времени звонят, спрашивают, ну, там позвони, что там на площади. Отвечают, люди собрались, организатора нет. Потом этот, один из них, интернет, значит, считает сообщения, что там на площади. Там комментарии, ну, типа, организатор, наверное, хорошо провел пятницу. И потом, значит, в конце концов такие слова были, что, да, сказано, ну, руководителю там они кому-то позвонили, время это так, отпустить его ровно в 4 часа. Нет, отпустить, да, в 4 часа. Ну, в 4 часа меня отпустили, то есть, когда согласованное время митинга истекло. Самая большая зарплата в Сибири у красноярцев. В среднем заработок в нашем регионе в январе-феврале составил почти 36 тысяч рублей. Это примерно на тысячу больше, чем в октябре-ноябре прошлого года. Отмечу, в среднем жители Сибирского федерального округа получают чуть меньше 30 тысяч рублей. На втором месте по уровню зарплат Томская и Иркутская области. Пятерку лидеров замыкает Хакасия и Забайкальский край. Самой высокооплачиваемой сферой остается добыча полезных ископаемых. Меньше всех получают рыболовы. В Свердловском районном суде рассмотрели иск Московского благотворительного фонда «Подари жизнь» Красноярской организации «Клонум». Известный фонд «Подари жизнь» учрежден актрисой Чулпан Хаматовой. И его представители обвиняют местных благотворителей в незаконном использовании названия «Подари жизнь» и «Мошенничестве». По данным обвинителей, организация «Клонум» вводила в заблуждение людей и собирала у них деньги якобы на лечение больных детей. При этом деньги были использованы на другие цели. Однако выяснились новые обстоятельства и рассмотрение дела перенесли. Я уверена в своей правоте, потому что я предоставила достаточное количество документов, отзывов от организаций, от людей, от частных лиц. Мне много поступало звонков от простых людей, которым мы помогали. Я никого не вводила в заблуждение, никому я никогда не говорила, что я работник московского филиала. И отлично все. Никаких сборов в благотворительный фонд Красноярский, он денежных средств, он не осуществлял. Всегда просили именно помочь конкретных каких-то людей, конкретных детям. Именно то, чтобы деньги несли лица, организации, физические лица в фонд, этого тоже не было никогда. В свою очередь, Московский благотворительный фонд «Подари жизнь» намерен добиваться полного удовлетворения своего иска. Новое заседание суда назначено на 31 марта. Сама учредитель Чапезубова, несмотря на то, что на прошлой неделе приходила вроде бы с покаянной головой, в результате сегодня они занимают формальную позицию и полагают, что они могут продолжать использовать наименование «Подари жизнь». С чем мы категорически не согласны, что мы намерены доказать суде. Отель «Долгострой» на театральной площади, возможно, будет достроен к универсиаде. Ее возведением займется компания «Сибиряк», принадлежащая депутату Владимиру Егорову. О строительстве этого отеля заговорили еще пять лет назад. В 2012 году фирма «Сиба Агропромстрой» приступила к строительству. Девятиэтажный отель планировали открыть через два года, но стройку пришлось заморозить. Часть нижнего яруса площади до сих пор обнесена забором, что отнюдь ее не украшает. «Сибиряк» планирует начать работы на этой площадке уже весной. Ранее компания депутата Егорова построила отель «Хилтон» на взлетке. Добавлю, Егоров активно выступал против строительства отеля «Ибис» и новотель на той же театральной площади. Модернизация набирает обороты. На Кразе почти половина электролизеров уже переведена на работу по технологии «Экологический Содерберг». Она позволяет значительно снизить загрязнение окружающей среды. За счет новой системы газоудаления и большой герметичности конструкции. Когда весь завод перейдет на усовершенствованную технологию, знает наш корреспондент Виталий Поляков. Юрий Можаев – заслуженный металлург России, бригадир 6-го корпуса Краза. Один из первых на практике освоил новую технологию производства алюминия – «Экологический Содерберг». И знает все о ее преимуществах. Одно из главных отличий новых ванн от старых – большая герметичность. Раньше электролизер открывали до 12 раз на дню. Теперь для обслуживания ванну открывают всего раз в 6 суток. И то не целиком, а лишь специальный люк. Больше времени ванна открыта, и газов выходило больше. Сейчас при внедрении экологических ванн сократилась технообработка почти в два раза. Ванны открытые стоят на технологии в более короткий период, тем самым мы выбросов меньше делаем в атмосферу. Новая технология производства алюминия была создана в Красноярске инженерно-технологическим центром «Русала». И по словам электролизников, при ее создании инженеры продумали все до мелочей. В связи с тем, что изменилась конструкция ванн, многие операции теперь вообще выполнять не нужно. А большую часть из них делают машины, что значительно облегчает труд рабочих корпуса. Движение трудозатрат достигнуло за счет того, что здесь внедрян комплекс обрабатывающей техники на базе погрузчиков «Бабкет». То есть с помощью всевозможных насадок «Бабкет» может пробивать корку электролита, пробивать торцы электролита, осуществлять систему очистки, систему СГУ от скопившейся там угольной пыли. Перевод КРАЗа на технологию «Экологический Содерберг» идет полным ходом. Из почти 2000 ванн модернизированы 700. Полностью перевести производство на новую технологию планируют в 2018 году. Основная задача проекта была в разы снизить либо ликвидировать выбросы от электролизера, которые имеют наибольший глаз опасности. Это соединение втористы, бензоперенц-болисты. На сегодняшний день целевые показатели проекта выполняются как с точки зрения экологии, так и с точки зрения эффективности мероприятий. Инженеры «Русала», откатав новую технологию на площадке КРАЗа, получили подтверждение ее эффективности. Поэтому в компании принято решение внедрить ее на других заводах, работающих на старые технологии в Бородске и Новокузнецке. Виталий Поляков, Олег Голубин, Афонтова Новости. Экологическая ситуация в городе. Пробки и строительство спортивных объектов к универсиаде. Эти вопросы, как оказалось, волнуют больше всего красноярских школьников. Губернатор края Виктор Толоконский сегодня пообщался с будущими абитуриентами. Подробности в сюжете далее. И, по вашему мнению, тенденции имеют внимание обратить при выборе профессии. Одним из первых на встрече губернатора со школьниками звучит вопрос Даши Зюзиной. В голосе девушки волнение, ведь тема поступления актуальна для всех абитуриентов этого года. Даша говорит, не ожидала, что получит такой развернутый ответ. Виктор Толоконский с удовольствием не только поделился личным опытом, но и призвал 11-ти классников не отказываться от мечты. Для меня, как для всех выпускников, сейчас особенно актуален вопрос этого выбора пути. И мне было интересно узнать мнение того человека, который выбор этот уже сделал. И тем более, который доволен тем путем, который сложился у него в жизни. Вопрос родился у меня спонтанно. Я не думала, что буду задавать вопрос из этой области. Тема образования стала одной из ключевых на встрече. Виктор Толоконский пообещал, половину студентов будут набирать по контракту. Учиться они будут бесплатно, но потом несколько лет придется поработать на государство. Касается это врачей и учителей, но не менеджеров. Звучит хорошо, и люди идут учиться. Какая разница, лишь бы на улице не было. Как это, какая разница? Наши специалисты были классными, а не менеджерами. Поэтому, говорю, будем финансировать только то, что востребовано. Не менее актуальны оказались для школьников проблемы с транспортом и экологией. Много вопросов задавали и об универсиаде. Толоконский заявил, такой инфраструктуры, как у нас, не будет нигде в России. Красноярск в ближайшие годы – это такая мека для спорта. А это значит много туристов, много соревнований. Каждый год будут этапы Кубка мира, чемпионаты Европы, России. Это будет все время спортивный праздник, спортивные события. И заключительный вопрос о карьере Толоконского. Под занавес встречи губернатор пожелал всем, кто только ищет себя. Неважно, какой путь ты выберешь, главное – делать работу лучше других. И получать от этого удовольствие. Спасибо. Ирина Денисенко, Михаил Масленников, Афонтова. Новости. Удят сухой корм, он стоит, как было, так дорого. Красноярцы приютили 60 питомцев из контактного зоопарка. Подробности через пару минут. Город ждет сказку. 18 красивых, 18 смелых, 18 умных, 18 дерзких пройдут все испытания и заслужат корону победительницы. Телекомпания Афонтова и модельно-продюсерский центр «Макс Моделс» представляют 21-й конкурс «Мисс Красноярск». Красота спасет мир. Скоро. Партнер проекта «Левел Апп». Новый фитнес-клуб с бассейном в центре города. Более 4000 квадратных метров для эффективных тренировок. Телевизоры. Холодильники. Телевизоры. Холодильники. Стиральные машины. Стиральные машины. Плиты. Встройка. В складе-магазине. Бытовая техника от «Видео 2000» по низким ценам. Пожалуй, лучший выбор в России. Дешевле склада. Цен нет. Наш адрес. Симафорная 261Г. Телефон 274-88-48. «Хэр-Сити». Французские стрижки по доступной цене. Качество, которому доверяют во всем мире. Неизменно превосходный результат. Салон причесок «Хэр-Сити». Баграда 89. Телефон 221-09-76. Дети наполняют нашу жизнь искренней и чистой любовью. Делают жизнь ярче, принося неповторимые моменты. Ювелирные мастерские династия, вдохновленные лучшими семейными моментами, создают именные браслеты. Будьте счастливы и пусть украшения из династии станут вашим фамильным оберегом. Устрой себе неделю красоты. С 1 по 6 марта на Южном берегу 10 студий бьюти-индустрии предложат красноярцам мастер-классы по уходу за лицом и телом. Научат массажным техникам. Подберут косметические средства и программы. Расскажут о трендах сезона. А также гостей ждет множество праздничных скидок на оздоровительные и СПА-процедуры. С подробной программой мероприятия можно познакомиться на сайте. Лучше скидов могут быть только большие скидки. В салоне домашнего текстиля «Тач» грандиозная распродажа. Спешите за скидками и хорошими подарками для мужчин. Думаете, что выбрать плед или халат? Возьмите подарочный сертификат. РУСРАДИО МАРБЕЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО КИНО В МАРБЕЯ МИРФ-2016 С 6 по 12 марта Вся информация на сайте mirf.com Это новости Афонтовой и мы продолжаем. Жители девятиэтажки на улице Карбышева жалуются на протекающую крышу. Как только на улице потеплело, с потолка побежала вода. И такая ситуация повторяется из года в год. Управляющая компания вместо того, чтобы отремонтировать крышу, весной натягивает на чердаке пленку, которую собирают воду. Но такая мера жителей от талых вод не спасает. Юлия Бычкова с подробностями. Вообще бежит по поверхности всего потолка периодически. Если посмотрите, увидите, следы есть практически везде. Чаще страдает этот угол. Как только наступила оттепель, в девятиэтажке на Карбышева зазвенела копель. Тазики, ведра и мокрые тряпки. С этим инвентарем Татьяна Авраамова весной не расстается. Крыша в доме протекает вот уже третий год. Вот это вот сейчас все намокло. Видите, уже отслоился. Вот низ. Вот здесь стоял столик. Соответственно, он тоже был весь в луже намокший. Некоторая мебель испорчена. Ремонт тоже каждый год после весенней оттепели приходится делать по-новой. Так Татьяна уже трижды штукатурила потолок и переклеивала обои. Ты не знаешь, что у тебя может в этот момент испортиться. Я понимаю, когда это стихийно. Ну, у соседей что-то прорвало там и так далее. Но это система. И много раз я обращалась в службу ЖКО. Обращалась, значит, в нашу управляющую компанию северо-западную. Мне обещают. Со мной начальник мило разговаривает. Говорит, мы вас понимаем. Меры будут приняты. И меры действительно приняли. На чердаке коммунальщики натянули кусок полиэтилена. Под ним установили большой пластиковый таз, чтобы в него истекала вода с прохудившейся крыши. Аварийка здесь просто берет, сливает эту воду в тазик. Вот в этот несет его. Там есть труба, которая в ливневую канализацию можно слить. И сливает воду. Все. То есть больше они ничего сделать не могут. Последний раз крышу в девятиэтажке латали в 2009-м. Сейчас, уверены жители, нужен капитальный ремонт кровли. Но пока никакой помощи от управляющей компании люди добиться не могут. И каждую весну вынуждены встречать с тряпками и ведрами. Юлия Бычкова, Эдуард Баглай, Афонтова Новости. Добавлю комментарий от управляющей компании «Жилкомсервис». Нам так и не удалось сегодня получить. И к другим темам. Знаменитый богучанский фермер Джастас Уолкер намерен сменить место жительства. Сейчас он подыскивает землю на юге края в Хакасии или в Кемеровской области. Из богучанского района Джастас решил уехать из-за астмы, которая периодически мучает его. Фермер заметил, что когда покидает дом, ему становится легче. Ну и вторая причина – Джастасу стало тесно в богучанском районе. В традиционной лесопромышленной территории не хватает земли, пригодной для сельского хозяйства. Сроки сдачи комплекса «Платинум-Арена» могут сдвинуться, но не по вине инвестора или застройщика. Вопрос подведения электрических сетей к будущему объекту универсиады власти не могут решить уже год. Энергетики сначала просили за присоединение 550 миллионов рублей. Теперь стоимость работ снизили в 10 раз. И это при том, что расстояние до ближайшей точки присоединения меньше километра. По планам компания «Русская Платина» готова облагородить территорию, построить многоуровни паркинг, но договориться о выкупе близлежащих участков пока не получается. В итоге проблемы благоустройства лягут на плечи города. Здесь будет прекрасный парк, будут лавочки, парковки, не знаю, все-все-все, что там, озеленение, это все мы сделаем. Все, что касается с внешней стороны участка, это все, должен заниматься всем вопросом и должен заниматься. Если самый-самый последний срок, это конец 17-го года. Если не будет ваш вопрос решен до 17-го года, объект будет, но тепла, воды и света там не будет. Отзывчивые красноярцы за выходные забрали 60 животных из парка бабочек метаморфозом. Помимо бабочек в мини-питомнике находились кролики, сирийские хомяки, югуаны, черепахи, гигантские улитки, попугаи, змеи и тараканы. Владельцы еще в пятницу сообщили о своих сложностях. Подробности в сюжете далее. Когда вы их кормили последний раз? Вчера. Красноухи и черепахи осваиваются на новой территории. Чувствуют себя хорошо. Временная хозяйка Наталья кормит, меняет воду и ухаживает за шестью питомцами из парка метаморфоза. Забрала Наталья их вместе с бассейном сразу, как только увидела сообщение в соцсетях. В принципе, сложности нет. Кормить их раз в три дня нужно. И едят они рыбу, едят сухой корм. Он стоит не так дорого. Рыба моего тоже не так дорого стоит. Ненакладно. Единственное, что термометр надо купить для воды и обогреватель, потому что вода должна быть 28 градусов. В помещении парка теперь пустота. Несколько лабораторных и карликовых мышей да хомяки. Это все, кто остался в аквариумах и клетках. Информация о том, что животным нужна передержка, появилась в социальных сетях в пятницу. Я взяла на себя эту смелость. По всем группам ВКонтакте, где могла, эту информацию бросила, что срочно нужна помощь парку. Но, может быть, какую-то роль это сыграло в том, что люди откликнулись. Около 60 животных за два дня забрали неравнодушные горожане. Отдавали вместе со всеми атрибутами и краткой информацией по уходу. С каждым человеком заключили договор. Животных отдают на месяц, пока руководство найдет новое помещение. Владельцы парка говорят, проблемы с арендодателем возникли с самого начала. По договору в здании должен был быть санузел и тепло. Но вот уже два года здесь нет отопления, туалета и воды. Парк не может работать в полную силу. Я не мог договориться с какими-то школами, с какими-то свадебными агентствами, потому что недостаточной отделки. То есть люди приходили, представители посмотрели. Нет, мы сюда прийти не сможем, потому что то-то, то-то. За долги отключали электричество, без которого животные замерзали. Тут просто какой-то крик о помощи был уже. Помогите, пожалуйста, заберите животных. А когда уже животные начали просто страдать, мы уже не вытерпели. Как говорят владельцы, сейчас они опустошены и в прямом, и в переносном смысле. Осталось только перевести все крупногабаритные вещи в гараж. Предполагается, что на поиски нового помещения уйдет месяц. Арпинец Сурян, Вячеслав Казаков, Афонтова, новости. На этом у меня все. Свои новости сообщайте нам по номеру 285-14-14. Всего вам доброго. До встречи. Завтра, 1 марта, синоптики обещают небольшой снег. Температура воздуха ночью минус 7. Днем столбик термометра остановится на отметке минус 2 градуса. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Устрой себе неделю красоты. С 1 по 6 марта на Южном берегу 10 студий бьюти-индустрии предложат красноярцам мастер-классы по уходу за лицом и телом. Научат массажным техникам. Подберут косметические средства и программы. Расскажут о трендах сезона. А также гостей ждет множество праздничных скидок на оздоровительные и СПА-процедуры. С подробной программой мероприятия можно познакомиться на сайте. Тройную W.берег.дефиз.сити.ру Сказочные скидки на ваши подарки к любым праздникам. Тач на Дудинской 2. Как подать объявление в еженедельник Шанс? Зайти по пути в ближайший пункт приема или через платежную систему? Или не вынимая ног из домашних тапочек через интернет? А можно просто вызвать курьера на дом? Выбирайте, какой способ вам ближе. Подробности по телефону 266-8181. Объявление в еженедельник Шанс. Удобно, быстро, эффективно. Афонтово. Новости. 285-14-14. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова